У меня начинается, вот, короче, одно за другое цепляется. И вот зимой, в январе, я заболеваю коронавирусом, именно который нейрогенная форма, то есть у меня пропадает вот это вот обоняние. И ровно после вот этой болезни у меня начинается, вот как по накатанной вниз, к маю я уже вся в тревоге, в июле мне уже вообще плохо, а в августе я попадаю к психиатру, потеряв 6 килограмм веса. В полной уверенности, что я бесплодной умру, одинокой, не смогу работать. То есть я вам этого даже всего не рассказывала, потому что я настолько не осознавала, что это все на меня повлияло очень сильно. Но я этого не осознавала, потому что я только сейчас начинаю понимать вообще, что вот этот диагноз и прочее, то есть я только сейчас начинаю потихоньку понимать вообще. Скажите, да-да, скажи, вы закончили или еще нет? Еще вы хотите по этому поводу, чтобы я вас не перевел. Все. Вы понимаете, что тут? Я хочу вам задать дополнительные вопросы. Вот этот гуляка, который ходил, почему вы что, любили его? Что там, какой там мотив был, самый основной? Что он вам изменяет? Или вы узнали о грязи? Вы такая девочка, понимаете, вот жила где-то там в каком-то своем мире, и вдруг вы узнаете, что существует проституция и так далее. Что или вас в этот момент больше все-таки поразило то, что вот он вам изменяет? Или сам факт, что существуют грязные стороны, черные, темные стороны жизни? Ну вот, наверное, второе. Сам факт, что существуют такие стороны. И еще момент. У меня вообще, в принципе, по жизни, когда я кому-то не нравлюсь из мужского пола, у меня начинается какой-то сильный конфликт. Это у меня с детства еще. Мне как... Ну, в детстве родители сказали, что я не самая красивая девочка в мире, есть еще другие девочки. Для меня это был натуральный шок, я это до сих пор помню. Вот. И у меня вот эта вот нотка такая есть, я вот такая вот. Вот это вот оно во мне сидит, я эту черту свою ненавижу, но она во мне есть. И она меня все время заставляет требовать внимания мужского. Вот какой-то вот... Мне вот все время надо что-то себе доказать, что я самая красивая, самая лучшая. А тут я что вижу, узнаю? Что он меня может там и любить, уж я не знаю, что он там ко мне чувствовал, но ему абсолютно по барабану. Есть другие красивые, и он с ними прекрасно проводит время. И вот этот факт... А потом я начала уже углубляться в то, кто эти девушки узнала там. У меня вообще расширились границы сознания. Я вообще просто... Скажите, а что? Вот это, значит, что есть другие красивые, это что? Упало на вату? Как вы отреагировали, когда родители? Это в каком возрасте? И почему они такое сказали вам? Ой, я не знаю, мне было, наверное, лет пять, что ли, и мне мама просто... Я ее спросила. Я ее вообще часто спрашивала, какие-то вопросы такие издавала, что... Ну, вот я ее спросила. А я вот одна такая красивая девочка, они меня любили... Я была у них одна, ну, один ребенок, и они меня на руках носили, особенно папа меня там вообще боготворил, хотя папа мой бил маму, я вам рассказывала там. Ну, вот, папа у меня был такой, немножко психопат, короче, выпивал и бил маму, но меня он просто боготворил. И я однажды спросила у мамы, что это... Ну, а я одна такая красивая девочка на свете? Она мне сказала, ну, конечно, нет, есть еще много других девочек в этом мире, ты их просто еще не видела, и они тоже красивые. Как вы отреагировали, вот, пятилетний ребенок? Я была... Я отреагировала так же, как вот на измену вот этого парня, то есть это для меня это было вообще... Шок! 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 Шок, натуральный шок. Я не знала, что это... Я думала, я самая красивая. Хорошо, значит, шок, и давайте все-таки расскажите об этом шоке, то есть до этого вы считали себя самой-самой, и все, хорошо, я, значит, солнце, я сверкаю. И тут мама вдруг такое говорит, что, оказывается, есть и другие красивые, вот, и что? Как изменилось отношение к самой себе? Ну, я не знаю, как изменилось. У меня потом, в принципе, всю жизнь был вот этот вот желание найти отражение себя в остальных людях, то есть понять, как они меня видят. То есть мне, во-первых, всегда хотелось быть актрисой, я не понимала, откуда во мне эта безумная тяга играть, хотя у меня жизнь вообще с этим так и не столкнула. Я с детства выступала на сцене, везде все, то есть переодеваться любила, там, выступать. И вот это вот все, как бы, я думаю, что, наверное, я не думаю, что эта ситуация меня прямо как-то вот подкосила, просто я, наверное, начала искать у мужчин подтверждение, что я, наверное, какая-то там... А вот я сейчас, у меня возникла мысль, а вот это мамино заявление, оно не повлияло на вашу самооценку? До этого, как ребенок, пятилетний, вы считали, я самое-самое. И вдруг мама, как уж от холодной воды, нет, оказывается, у тебя есть, ну, скажем так, грубо, конкуренция, есть очень много других красивых девочек, это как-то не с ним... Вот вы до этого, вы считали, я самое лучшее, самооценка в этом мире, вот, а после этого она не изменилась, вот, или и вот как? Вот это важный вопрос. Ну, я вот не знаю, может быть, и после этого она изменилась, но понимать это я точно стала уже ближе туда, к 12, к 10, может быть, вот так вот годам. То есть я всегда к женщинам другим отношусь с... То есть у меня сразу напряжение идет внутри, то есть мне нужно с ними быть, соревноваться без конца. Соревноваться, конкуренция о ней, да? Я не могу спокойно относиться, если рядом в компании красивая женщина или еще что-то. Я понимаю, что это смешно, я пытаюсь себя держать, но внутри меня буря, вулкан, все протестует. А если мой мужик еще ей там стакан подаст или еще, не дай бог, ей что-то там дверь откроет, ну, я не знаю вообще, я буду с этим тяжело справляться. Конечно, я ему, возможно, не скажу, не покажу, но если уж выпью, например, можно огонь... То есть когда контроль, когда контроль снижается, вы уже, в общем, что, знаете, говорят, что у Терезового на уме, то у Пьяного на языке. То есть это. Но все-таки вы контролируете, это же страшное чувство. Вы представляете, где бы вы в компании не были, ну, там может быть, может быть и симпатичные какие, хотя бы сама красивая и симпатичная девочка. Значит, это же муки. Это все, все, все пропадет. А тем более, если ваш молодой человек еще и какой-то знак внимания, даже просто, просто, то есть никакой нецеленаправленный. Трагедия сразу, трагедия вообще мирового масштаба. Мне мама потом уже говорила, что ты у нас такая красивая. Там уже в 15-16 лет я начала понимать, что действительно я... Я даже как-то мы приехали на отдых, и мне какие-то там мужчины сидели, чеченцы, большая компания, они мне говорили, о, мисс Чечня, там мне хлопали. Я видела, что люди, когда меня видят, они говорят, ну, ты очень симпатичная. Я начала потихоньку понимать, приобретать вот эту самооценку, да, что я как бы, что все хорошо, что я нормальная, что я там хороша, все в таком духе. Но как назло, мне начинают нравиться мужчины, именно те, которые мне говорят обратное, или делают, находят во мне недостатки, и вот почему-то вот так происходит, я не знаю, и меня добивают этих. А я вам скажу, почему так происходит. Скажите, эти все мужчины, которые, вот, они похожи на отца характером, а? Ну да, чем-то похожи, конечно. Это Эдипов комплекс, мы уже много раз об этом говорили. Да. Понимаете, вы выбираете для вас образец мужчины, который вам нравится. Это не только у вас, у каждой девочки. Он строится на образе внешнем, физическом, или моральном, характерологическом отца. И поэтому, смотрите, как папа, как папа относился к маме. Вы сами говорите, маму бил, маму там, я не знаю, ревновал. И сказать, что у нее что-то не так с фигурой или еще что-то. Я не понял. Я не понял. Мог еще ей сказать, что с ней что-то не так. Ну, то есть, как-то ее... И ей сказать, значит, унизить ее, да, что ты чуть ли не уродина, она там толстая, или кривоногая, или как? Что он имел, мог еще сказать? Ну, так. Она у меня симпатичная и худая. А то уже было трудно ее прям унизить. Но он пытался, например, что-то эти штаны напялила, они на тебе там сидят как-нибудь. Не так. Он у меня умел унизить. Так, что не прикопаешься. Ну, все понятно. Все понятно. Вот поэтому вы выбираете таких мужчин, как ваш папа. Вы понимаете, с одной стороны вы не хотите. Это не только вы. Не только вы. С одной стороны вы не хотите такого же спутника жизни, как ваш папа. Чтобы он... Вы понимаете, в чем происходит, когда Эдипов комплекс или комплекс электрии для девочки начинает, ну, скажем так, реализоваться. То есть он разрешаться. Значит, разрешаться, как он разрешается? Девочка перенимает черты характера мамы, она идентифицирует себя с мамой, а вместо папы встают мужчины, которые его напоминают то ли по внешности, то ли по внутреннему содержанию. Вот и все. Вот парадокс какой. Вот в чем парадокс. С одной стороны, вы бы не хотели такого мужчину, как папа. Значит, я же мама. Мама же, наверное, ей же хотелось, чтобы папа не бил ее, чтобы папа ее не критиковал, а наоборот хвалил и так далее, и так далее. И вот при всем этом... А вы, я, вы же как? Тут же это все на подсознательном. Я мама. То есть это... Человек не думает, что я мама. Он просто автоматически и черты берет, и поведение. Кстати, кстати, кстати. И поведение перенимает с молодыми, значит, людьми точно так же, как и вела мама. Это все на бессознательном уровне впитывается. Вот. И понимаете, поэтому вот и вы правильно это заметили. Вы не могли дать оценку, но это совершенно верно. Хорошо. Значит, давайте тогда... Все-таки тогда перейдем. Что тогда больше было? То, что он вас не ценит, ходя по проституткам, или все-таки, что есть проститутки? Я думаю, наверное, что он вас не ценит. Ну, наверное, да. Все-таки, наверное, это, а то это уже вспомогательно. А это уже просто, да, вспомогательно. Хорошо. А как вы отреагировали на вот это бесплодие, когда вы... Ну, якобы бесплодие, когда вы... О, это странная реакция. Я до сих пор не понимаю. В общем, дело в том, что я с недавних пор начала вести календарь своих эмоций именно в календаре месячных, чтобы понять, потому что я начала замечать какую-то закономерность, которая меня напрягла. Сначала началось с того, что у меня были очень сильные ПМС-синдромы, во время которых я могла настолько сильно поругаться вот с этим вот уже парнем, который хороший, с которым я живу, которого выбрала уже для жизни и пытаясь удержать изо всех сил. Ну, в смысле, удержаться хоть в адеквате рядом с ним. Вот. Я начала ему закатывать истерики. Но не всегда. Я заметила, что именно в период, перед месячными, у меня происходит какой-то кошмар. И с этим диагнозом, ну, в связи с этим уже я пошла к гинекологу конкретно. У меня был вопрос, что со мной происходит? У меня тогда уже начала подниматься тревога, и я начала это чётко связывать с какими-то вот женскими проблемами. У меня взяли анализы гормонов, то, сё, и сказали, что вот очень какая-то ситуация странная для вашего возраста, вот у вас не хватает гормона, там яичников, всё. Наверное, это бесплодие. У меня первое, это был просто смех, что у меня бесплодие, да такого быть не может. Я пошла по всем лабораториям пересдавать анализы. Я пересдаю раз, пересдаю два, вижу один и тот же результат. И всё, я просто как будто закрылась от этой темы. Всё, этого я не знаю вообще, не понимаю, не хочу ничего знать. Всё. Один раз я пришла домой после врача, села напротив окна и два часа просидела, просто смотря в окно. Я просто, я ничего не чувствовала в этот момент. То есть, я просто смотрела в окно. Потом, как-то у меня, потом попозже случилась истерика, что я буду одна всю жизнь. Ну, такое какое-то у меня. В смысле? В смысле? Что значит одна? Без детей? что у меня детей не будет, да, что у меня детей не будет. Потом я спросила своего, решила рассказать об этом, обо всём своему парню. Он сказал, что, ну и что, ну иначе возьмём ребёнка из детдома, ну не нужно так страдать. Всё, мы это переживём, преодолеем, вылечим тебя. Я, в общем, он меня поддерживал. Нормально всё было. Вот. Но я до сих пор немножко в шоке. Но сейчас я уже собралась силами и готова как бы предпринимать кое-какие меры. Вот. А вы уверены? А вы что, не беременеете? Я не уверена. В том-то и дело, что я и не пыталась забеременеть. При том, что я два раза в своей жизни уже забеременела, хотя и не пыталась. То есть у меня есть предположение, что всё это будет нормально. Но нужно перестраховаться, взять просто как бы в банк, ну всё это сделать, чтобы на всякий случай. Но дело в том, что когда я начала принимать это ЛАПРА, вот этот, я его принимаю уже 4 месяца, у меня 3 месяца регулярно идут месячный день в день один раз в месяц. Это очень для меня странно. Ведь перед его приёмом у меня они шли два раза в месяц. Сейчас я начала его принимать, у меня восстановился цикл от эсциталопрама. Я вообще не понимаю, как такое возможно. Мало того, у меня во время депрессии и тревоги у меня были очень сильные корреляции с циклом. А сейчас они выравниваются. Потихоньку. Ну то есть как бы они ещё есть. То есть я могу чётко предугадать, в какой день месяца мне будет особенно тревожно. А в какой я выйду из этого состояния. Понимаете? В какой тревога перед, да? Или в какой фазе цикла? Тревога начинается во второй фазе цикла. И заканчивается она с месячными. Вот начинаются месячные, я очень сильно плачу, плачу, но от этого плача мне становится хорошо. Вот как у меня. То есть меня как будто отпускает, какая-то боль уходит, и я становлюсь ровным человеком. Более-менее ровным в рамках своей истеричности, конечно. Просто, ну как бы, более-менее ровным. Вот. Вот как-то так. Ну, вы знаете, да. Вы знаете, как я могу, значит, а вот вы говорите вторая. Я в этом очень плохо разбираюсь. Что значит вторая? Это сколько? Это, я эти циклы, вот я их честно, я их и в институте не знал, они меня, и я сейчас не... Перед месячными, я понимаю, там за несколько дней до месячных очень часто начинается портиться настроение, депрессия, я и наблюдал это все. А вот второй период, что это? Вот смотрите, в первый период фазы, то есть с первого дня месячных до пятнадцатого дня, вот следующего, то есть вот прям идут 15 дней. Да, да, да. Получается фаза, когда эстрадиол, эстрогены у нас бушуют, а потом начинается фаза, ой, господи, прогестерон, а потом начинает прогестерон падать во вторую фазу цикла. Прогестерон отвечает за настроение, он еще у беременных очень высокий, и поэтому они не чувствуют боли какой-то душевной сильно. Ну, это так организм защищает от его. И вот в момент второй фазы цикла падает прогестерон, я так понимаю, в меня, и я это начинаю четко на себе ощущать. Это я так думаю. Тем более, что гормоны, которые регулируют месячные, то есть фолликулостимулирующие или тонизирующие гормоны, они у меня находятся как раз таки вне нормы вообще абсолютно. Да, там один у меня выше, хотя должен быть ниже, другой ниже, хотя должен быть выше, их соотношение нарушено. В общем, я подозреваю, что что-то тут есть. Что-то вот это, оно усугубило мое психическое, и так неуравновешенную личность мою. Нет, это несомненно, это несомненно, это еще старые авторы, вот, в начале 20 века придавали большое значение эндокринной, влиянию эндокринной системы, на, скажем так, на душевное состояние, вот, но то, что эстеталопрам улучшил, сгладил и нормализовал, то есть у вас уже цикл нормальный, по сути дела. Да. Вообще, очень для меня странно. Это, не, почему странно? Это нормальное явление, понимаете? Это, конечно, я вам скажу так, это льет воду против того, что вы реагируете, хотя, 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 естественно, в таком состоянии, вот в этом, во втором, да, цикле, во втором половине, во второй половине, вот, там, естественно, а вы заметили, что все-таки, вот, две половины, значит, цикла, да, в первом и втором, что все-таки в том, вы и раньше, до лечения, были спокойнее, а когда начиналось вот это уменьшение прогестерона, или, вот, значит, у вас, вам становилось, вы становились более ремнивой, более раздражительной, или как? Вот какую, какую вы закономерность обнаружили? Ну, вот я же слежу только, вот, последние, получается, два с половиной месяца, я прям отмечаю в календаре каждый день, что я чувствую. И я заметила, что, да, действительно, во вторую фазу цикла, особенно перед месячными, я могу проснуться уже с навязчивой мыслью о том, что он, там, какой-то, там, не такой. И еще у меня постоянно вот эта тревога, страх, что он окажется таким же, как тот, ну, то есть, вот этот, который ходил, там, по проституткам. То есть, у меня постоянно идет вот этот страх каких-то проституток, вот это все, и оно именно во второй день, во второй фазе цикла, оно, конечно, как-то усугубляется. Но я не могу сказать, как было раньше, потому что я не следила. А еще раньше, до аборта, так вообще у меня никаких ПМС в жизни не было, все было нормально. Но, как интересно, что в этот раз, через два года после аборта, у меня возникло состояние такое, что в тот раз тоже у меня и был аборт, там, во сколько-то, в 17 лет, и там в 20 у меня возникло вот это состояние. Я не знаю, как это связано, не связано, но... А какой срок беременности был и первый, и второй раз? И первый, и второй раз было четыре недели. Вы понимаете, тут можно так, это чисто спекуляция, предположение. Почему? Это беременность. Значит, искусственное прерывание беременности, оно обрывает. Обрывает, значит, вы поймите, во время беременности, я не знаю, как, но я предполагаю, какая-то перестройка идет гормональная, что-то меняется. Организм, значит, готовится к беременности и ее выносу, чтобы вынести. Все. После рода все меняется. Так вот, очень часто, очень часто у женщин возникают так называемые послеродовые или постнатальные депрессии. Так вот, есть, я обычно могу провести такую параллель, что это была беременность на там четыре недели, организм уже подготовился, значит, соответствующим образом гормональный фон, и вдруг резко меняется, ну, как бы прообраз родов. Почему? Потому что после того, как женщина рожает, все, уже гормональный, этот вот уровень совершенно другой. Там еще лактация идет, она тоже имеет значение кое-какое и так далее, и так далее. Поэтому тут можно судить так, что это прообраз, вот, что вам после аборта становилось хуже, что, в общем-то, в общем-то, я могу предполагать, что у вас, может быть, даже возникнет и послеродовая депрессия, может. Ну, если вы будете рожать, там, пять, шесть раз, три, четыре раза, один, два, то может возникнуть. Почему? По аналогии. Это чисто такая, понимаете, это не профессиональная, я не гинеколог, но если вы говорите, после первого прерывания беременности и после второго у вас резкое ухудшение, правильно? Но через два года. А, нет, через два года. Нет, нет, через два года, нет. Причем здесь через два года, нет. Не, нет, я думал сразу же, после прерывания беременности сразу же возникает, нет. Два года это не имеет никакой связи с прерыванием беременности. Все, важно. Да. Скажите, а гинекологы вам что-то назначили, коррекцию какую-то гормональную? Ой, пока не назначили, я только вот буду попадать весной к хорошему специалисту. Очень трудно найти человека, который будет, ну, реально разбираться. Но единственное, что мне попался гинеколог, который мне сказал, что у меня вот эндометриоз нашли, который тоже влияет на это бесплодие. И она сказала, что все...